итак всем привет вот здесь вот будет очень много чего-то на английском но я все равно все буду объяснять на русском языке просто я очень люблю повышать культуру не факт что на всех слайдах все очень грамотно написано каждому кто найдет опечатку я тоже дам фишку вот так что ищите и так java straight jackets for mongodb на самом деле я хочу поговорить именно о тех смирительных рубашках которые предоставляет нам java экосистема для того чтобы так или иначе загнать вот эту непокорную но и сквель базу на которую люди кто-то ругается кто-то очень хвалит как раз для того чтобы корректно работать с ней и java меня зовут алексей зиновь я java тренер в компании ipam почему я вообще могу сегодня вам об этом всем рассказывать несмотря на то что казалось бы я java тренер дело в том что я довольно продолжительное время занимался различными проектами научной направленности скажем так довольно теоретическими и был волен в том где хранить мне свои подопытные данные ну и в том числе являлся production backend девелопером таким же наверное как многие из вас занимался java но и сквель системами настраивал hadoop spark и так далее поэтому в общем то вот та причина и вот тот мой опыт который позволяет что-то сагрегировать но конечно в жизни каждого программиста не получается так что ты тоже только можешь вольготно обращаться своими данными что-то куда-то класть что-то откуда-то читать иногда приходится все это дело встраивать и вполне себе не сильно кровавый но все-таки enterprise начинают нужны быть какие-то может быть транзакции транзакции mongodb конечно дичь но тем не менее вы понимаете о чем идет речь и тогда приходится выбирать что-то что скажем так позволяет объяснить и гарантировать как бизнесу так и вашим заказчикам почему мы вообще можем корректно использовать mongodb у себя в проекте я сейчас прошу размять руки я понимаю что все после обеда я сам после обеда но тем не менее что понять с кем я имею дело поднимите сейчас руки тех кто использует гибернейт и spring ой а поднимите руки кто не использует гибернейт и spring и то такие есть но в смысле не то что это круто я просто вижу что вы неоднородны поднимите руки брал стек кто хранит или хранил свои данные в монго кстати интересно что почти совпадает с теми кто использует гибернейт и spring это хорошо то есть я могу не сильно останавливаться на том что такое mongodb как минимум кто использовал джава драйвер только только джава драйвер не так много тогда у нас точно с вами есть общие топики но вот это мне сам больше всего нравится поднимите руки те кто какой-то раз писал свой собственный маппинг и java объектов бейсон ну или во что-то подобное ну видимо не все значит вы все-таки пользуетесь готовыми мапперами и так ладно поехали с монго и так я всегда вначале показываю такой небольшой комикс всегда есть некие старые добрые времена в которые все было хорошо трава не росла у нас были только сql базы данных и как обычно в один из этих прекрасных дней вас приглашает к себе менеджер говорит что у него есть какая-то но сql работа для тебя тебе нужно сейчас все это быстро изучать а ну-ка давай скорее и желательно чтобы это было в том же agile waterfall или что его знает там процессе но вы конечно любите сql и всячески не ненавидите всякие нетрадиционные данные проблема на самом деле довольно типичная ситуация для я вижу тут много монго деби разработчиков так а сегодня об этом мы и будем разговаривать буквально начну с очень короткого брифа по поводу но сql чтобы понять на каких местах нам стоит остановиться в чем вообще цимит всей этой ситуации какие обычно проблемы у нас существуют с обычными реляционными базами данных нам хочется от них много всего и сразу хотелось бы чтобы они все могли они же нам вроде как продают это в маркетологических проспектах нам от них хочется кеширования какой-нибудь модели по мастер слейву нам хочется от них кластера уже лет 15 как нам хочется от них кластера и в принципе многие из них поддерживают тот или иной кластер нам хочется партицирование нам хочется шардинга шардингом до недавнего времени вообще у сql баз данных были серьезные проблемы те кто могли себе это впилить они очень много за это получали и вставляли опять же какую-то рекламу сейчас грешно сказать даже mysql поддерживает те или иные вещи порой не в своем основном не в основной своей ветке в каких-то дополнительных вещах пирконной марии диби потому тут не будем останавливаться все конечно любят эту страшную картинку но все ли помнят где здесь монга в этой самой капте ареме вот если приглядеться а если не приглядываться кто помнит на какой грани то есть она где-то там многие люди пытаются положить монгу вообще куда-то в середину капте аремы вот внутрь этого треугольничка чтобы она соответствовала всем вещам я говорю про тех людей кто пытаются ожидать транзакции от монги диби ну то есть они хотят всего и сразу если говорить непосредственно какое место монга занимает во всей этой цепочке эволюции если под эволюцией рассматривать деградантские кей-вэлью значение sql хотя вроде все шло в обратном направлении то монга она довольно близка вы здесь видите у меня на предпредпоследней картинке уже разогнувшийся человечек все что относится к документоориентированным базам данных так вышло что коуч диби не столь популярна в широких кругах и люди когда стартуют стартуют с монга очень простая причина почему люди стартуют с монга все дело в языке запросов потому что запросы это то что первое требуется переписать например с вашей бывшей сql базы данных например с какого-нибудь старого доброго постгресса и конечно очень сложно это превращать в какие-то map reduce подобные алгоритмы например для коуч диби хотя это в принципе те же самые документы если говорить непосредственно за моду и какие-то тренды то надо отметить что монга уже сейчас находится в каком-то смысле на нисходящем тренде под нисходящим трендом я подразумеваю следующее если вы посмотрите те же google trends или что-то в таком духе то уже не растет по экспоненте количество упоминаний в прессе вот такие олдфаги вроде меня только упоминают на каких-то конференциях и так далее в обществе разработчиков уже сложился некоторый консенсус часть людей ее уже возненавидела по некоторым причинам причем часто питаясь данными например о версии monge 1.8 потому что он встретился с ней в каком-нибудь 2011 году а часть людей не верит просто некоторым вещам как минимум потому что в некоторых версиях monge какие-то вещи заявлялись опять же довольно рано а реально их поддержка была имплементирована несколько позднее ну и вторая проблема была в том что различные java фреймворки они все-таки отставали для любой ноисклой системы они немножко отстают по имплементации поддержки разных фич и вам так или иначе приходится возвращаться к драйверу и так а что мы требуем на самом деле от скажем так такой джайнтл на сql мы требуем от нее масштабируемости и monge вполне этому удовлетворяет мы требуем чтобы нам программистам дали возможность повозиться с нодами и дата-центрами это же так очень интересно съедает львиную долю времени и так далее должно быть очень легко добавлять новый сервер причем это должно быть легко как и для девопс инженеров так и для тех кто напишет какой-либо java код или конфиги не обязательно какие-то xml до конфиги или текстовые то есть добавит нам некоторое ощущение плагибельности от общения с базой данных все мы хотим добавлять и удалять новый сервер и ребалансировать как плагин какой-то в вашей системе как какой-то новый микросервис но если возможно это так сравнить монга навязывает нам специфическую модель данных но она не столь уж далека от привычной нам там есть что-то похожее на колонки есть довольно свободная схема и кстати время если вы заметите она показала же неспособность такого подхода кто только не ругал в 2010 или 2012 году монга нам нужны джойны нам вовсю нужны джойны мы не можем работать с документами если посмотреть сейчас внимательно можем заметить что и postgres добавил буквально совсем недавно очень хорошую поддержку как серча по моему так и просто работать с такими ветвистыми вещами вроде джейсона который можно хранить записях так и в принципе если поглядеть даже за mysql миром можно увидеть что даже там людей интересует скажем так я не уверен точно за поддержку там рейдб или перконе всех этих вещей но видимо они скоро будут что-то подобное впиливать потому что им нужны разрабы которые знают и mongo и mysql и конечно же это eventual consistency хотя бы в конечном счете конечно нам очень сложно писать наше приложение когда eventual consistency такая eventual такая consistency но проблема тут в следующем в принципе во многих кейсах мы уже привыкли к тому что мы можем себе позволить дождаться результатов каких-то синхронных запросов для тех кто пишет многопоточный код они тоже в каком-то смысле близки к этому подходу для них нормально раз за разом посылать какие-то сообщения с обновлением чтобы добиться результата их не пугает эта парадигма но если вы далеки от того и другого мира то вы все время втаскиваете в свой java код который работает с монгой а схему б попытки дождаться какого-то результата я видел много такого кода который выкручивает даже от какого-то простого кворума на запись до каких-то вот я дождусь пока на все машины запишется вот это по крайней мере надежно и продолжает работать в старой парадигме зачем вы тогда используете монгу основные критерии по которым можно сравнить разные но и сквель системы это конечно еще кривое обучение кривое обучение монга она с одной стороны довольно кривая и довольно крутая кривая вот но проблема в том что точнее не проблема да это проблема кстати для нас с вами что люди очень легко с ней стартуют из-за огромного количества образовательных код курсов которые предоставляют самой компании тенген быстро начинают швырять джейсон в базу данных и порой не хотят заморачиваться над тем что будет вокруг у них уже есть ощущение что вот на кончиках пальцах мы работаем с базы данных можем сохранять простые объекты но многие из этих людей почти никогда не превращали там ветвистые двадцати полейные многовложенные иерархии вот это настоящий ад когда ты работаешь например с драйвером эта интеграция с ходу по монги она есть это драйвер и фреймворки к системе здесь она настолько большая что мне на самом деле сегодня не хватило времени даже чтобы просто перечислять количество велосипедов которые люди написали за последние три года я только про самые главные хотя бы едущие куда-то велосипеды буду сегодня рассказывать это мобильный клиент только у коуч дебе насколько я знаю есть представляете мобильная пиай чтобы швырять прямо в базу данных те конечно там под капотом и skylight но все же я надеюсь для монги такое тоже появится но что-то никто не пишет а так было бы очень забавно то есть чтобы наш мобильный клиент был полноценным клиентом да я очень много рассказал про сравнение перейдем теперь к важным вещам это вот то что является камнем преткновения и проблемой в понимании того как почему мы не можем ждать примерно того же самого от всех фреймворков всех имплементаций каких-то одм которые лезут мангу посреди например с классическим хайбернойт или с какие с к поддержкой gpa стандарта так как они все-таки были разработаны с прицелом на осидность позволю себе назвать это именно так то есть на вот эти вот поддержку этих четырех качеств и вроде было бы все хорошо но но сквер предлагает немножко другой подход и опять же он очень хорошо знаком людям людям которые работают с многопоточным кодом то есть пожалуйста но если говорит вам если вам нравятся касс операции вот read write modify мы можем дать вам monge атомарные и на самом деле код работы с monge через драйвер если вы хотите реально дождаться результатов он и напоминает такой вот легенький код который вот написан на некоторых кассах счетчиках и так далее при этом манипуляция на уровне получения там чего-то по строке вполне себе может атомарные проблема когда вы хотите связочку вы начинаете городить какие-то очень строгие вещи но до сих пор даже в третьей версии monge не имплементирует никаких хороших вещей вроде там самостоятельного двухфазного коммита есть некое руководство которое позволяет вам ну у всех есть свои же требования к двухфазному коммиту позволяет так или иначе пойти по стандартным шагам и дальше внести свои небольшие дополнения которые могут быть отнесены к следующим моментам например вам нужно дожидаться записи на все сервера не на все вам нужно может быть чуть больше подтверждений ваш двухфазный коммит может превратиться не дай бог в трехфазный в общем все вот эти проблемы они говорят нам о следующем моменте что на монгу надо смотреть сквозь призму стандартного такого noise scale подхода что нам она может гарантировать basic availability то есть все запросы когда-то закончатся когда-то это soft state eventual consistency вот мы должны отказаться от предыдущих четырех букв и перейти вот к этим трем свойствам все такое легенькое ослабленное но они у нас есть это стоит помнить и так много диби я буквально совсем коротко тут тоже скажу я не хотел бы там долго рассказывать про какие-то вещи вроде языка запросов так как все в принципе владеют и компетентны таки с такими вещами я думаю многие из вас видели табличку в которой sql запросы мапятся так или иначе в какие-то монга запросы скажите кому приходилось приходится до сих пор этим пользоваться потому что вам например сложно составлять большие длинные жирные запросы кому то приходится пользоваться такими табличками нет вижу нет хорошо значит у вас с этим вообще все хорошо многие люди предлагают смотреть на монгу как на средства для складывания туда джейсонов хотя это не совсем так потому что у нас бейсон он добавляет действительно некоторые дополнительные например поддержку типов бейсон он немножко у нас с оптимизирован добавляет компрессию и это пожалуй очень важное отличие вы когда берете стандартные библиотеки для работы java которые там начинают что-то интересное делать джейсоном выкидывать из него какие-то дополнительные скобочки и так далее не всегда из них можно нажать данных которые будут например валиды для вашей базы данных либо вы должны будете отказаться то есть класть джейсон как некий сырой текст и в принципе можете по нему только какой-нибудь full text search подключать то есть никакой настоящей фильтрации по полям не будет тем не менее есть люди которые делают так им достаточно складывать какие-то респонсы туда обязательно проверяйте обязательно проверяйте когда работаете с такими уже готовыми базами данных то есть я сейчас понимаю что здесь люди собрались большим опытом я сейчас пытался скорее поделиться набросом в тему людей которые приходят уже в нашу нашу с вами отрасль и того какие они наиболее частые ошибки на мой взгляд совершают pro and contra или pro and contra в английском языке чем хороша монга на мой взгляд это поддержка языка запросов и даже в каком-то смысле вы можете писать в ней ну что-то похожее на джойны хотя скорее всего это все у вас заползет в память за счет механизма референс но все таки если у вас кейс очень сильно и строго этого требует и вы не дай бог еще и деплоите монгу под виндой то у вас могут начаться серьезные проблемы загрузка всего этого добра я не знаю починен ли был баг когда монга загружала винду ну версии 24 у меня точно было все все свое хозяйство в память все индексы и так далее а потом не чистила под виндой такой баг точно был это агрегейшн фреймворк который появился с какого-то момента но до сих пор есть люди которые вот им нравится написать стандартный однопоточный map reduce запрос который все это еще и какой-нибудь страшно большой результат получит в общем не есть хорошо нужно юзать агрегейшн фреймворк это конечно же крутые индексы в принципе многие вообще переходят с постгресса с его географическими расширениями на монгу за счет того что многие достаточно клево географические индексы но скажем так какой-то свой api для обработки примитивнейших вещей которые вам монга в принципе может вернуть или стандартный там java driver и так далее вам придется писать все-таки самим там не настолько полная поддержка как в этих плагинах это поле где можно развернуться это же конечно репликейшн шардинг документация а вот проблемы до какого-то периода была очень раздражающая штука помните эти 16 мегабайт которые нельзя было больше них там выгружать особенно в пайплайне ваших операций а если у вас там больше и так далее ну вот в агрегейшн фреймворке это немножко как бы обошли но все еще довольно сложная схема с кластеризацией по стрейм кластер и имел ввиду и отсутствие джойна это пожалуй то что говорит против монги почему монга вообще ужасно люди хейтят ее опять же я не спрашивала кто из вас продолжает до сих пор заниматься монгой что обычно всех раздражает меня раздражало в проектах это ее стабильность конечно же а это штука падает эта штука падает независимости от того какие дырки они закрыли в новом адейте но тем не менее она у вас уже стоит на проекте и это не страшно пока это не в продакшене ваше исследование это не дай боже джава скрипт я встречал замечательную штуку которая в общем ну товарищи агрегировали некоторые данные в интернете и хранили некоторые награблены клиентский джава скрипт кто-то умудрился в этот клиентский джава скрипт вставить еще какие-то штуки которые что-то правят там в глобальных переменных эта вся вещь устремилась еще в базу данных где-то название функции совпались и законфликтовали и в общем монга слегка гребла то есть одна из ее функций там была но не то чтобы заменить как она была заменена в пространстве имен и так далее то есть джава скрипт инъекция возможно вообще в монгодиби это является проблемой вообще дропнуть что-нибудь монгодиби очень легко особенно когда вы работали со старыми версиями ipi сейчас чуть полегче когда вот вы помните что то делаешь у вас такие коллекции сами начинают создаваться и так далее это раздражает и конечно же низкий барьер для входа то есть как я уже сказал образовательные курсы на которых вот так все легко происходило ну окей у вас есть данные у вас есть конь db и программер который говорит что еще в общем то надо джава программист лаз через драйвер и все мне будет хорошо но программист же он не такой ему нравится во всем этом поковыряться руками если его в принципе может писать через драйвер но это же дико скучно ему же хочется побольше побольше хирургии во все это внести но все-таки вспомним java driver pi там все было очень просто нас было например какая-нибудь базочка мы такие вот тут вообще когда вы пишете какую-то метафигню через драйвер которая там вам выводит что-то о коллекциях вот это все очень хорошо в монге сделан там журнальчик вывести информацию об индексах информацию ваших коллекциях базе тут все хорошо драйвер просто прекрасен для этого никакого дополнительного api над этим всем не надо то есть вот простой пример ну вот начинается вот эта вот вещь мы все помним с basic dbo объектами кто-то свои имплементации пишет по каким-то веселым причинам ну не нравится людям например метод put да по какой-то причине хотят целиком как-то вкладывать какие-то вещи в общем такие собрали объект собрали под объект и такие положили это все базу данных здорово когда у вас есть три поля не очень здорово потом select тоже вроде как можно было сделать пока он простой опять же ну то есть вы такие как бы получать курсорчик начинаете лениво обходить другая проблема что в монге надо думать о том что за курсорчик ты в общем то получаешь может курсорчики то там разные индексы разные и так далее и тому подобное и обход может быть таким довольно веселым немножко не как gdbc новая фича которая добавилась в третьей версии я не видел пока адекватной поддержки и вообще нужности в обертывании в мапперах я просто хотел упомянуть это так называемые синколы код не мой я его нагло содрал но мне пока не довелось продакшен их сильно так вот уж использовать как-то обхожусь старым хозяйством но суть в том что вы определяете некоторые обработчики которые в он резалте вам что-то сделает все здорово и даже больше всего похоже на вот эту идеологию с монгой но она приводит нас знаете к такому но джес подобному коду что-то в колбеке от колбека от колбека не то чтобы это не java style но будьте аккуратны в применении таких вещей потому что но моего товарища в общем-то код в джаве превратился просто многословный но джес он выкинул джава потом воткнул но джес мы же не хотим выкидывать джава с наших проектов в общем будьте аккуратны но да я же обещал там про мапперы рассказывать итак начнем с первого вот это мой любимый поэтому я буду пристрастен но это только мое личное мнение вы можете ему не следовать морфия морфия довольно классная штука я хочу рассказать ко мне была интересная история насколько как я понимаю я за этим следил очень давно тоже года с 12 был энтузиазист такой в сетях которому тоже не нравился драйвер его это все бесило но такой монга же достойно чего-то большего он начал вполне себе сделал google группу сделал репо на google коде и такой очень быстро заимплементировал несколько аннотаций еще что-то еще что-то и понеслось люди начали пользоваться обращаться к нему на советом у него кончилось время на поддержку и он решил продаться монги то есть пойти туда работать пошел туда работать но дальше произошел разброты шатания он на какой-то период забросил разработку монги это было году в тринадцать ой морфии простите это было году в тринадцатом и как бы народ начал печалиться как раз уходить спринг-дейта габернейту gm и так далее это был вот этот вот тонкий момент но потом сама компания тенген или как она там называется взяла под крыло все это дело и теперь мы можем увидеть я просто счастлив можем увидеть морфию в принципе в стандартном разделе по моему на сайте и компании mongodb то есть это разработка не будет теперь заброшенной более того я думаю что она когда-то будет вместе с драйвером ну совсем уже вместе с драйвером поставляться поэтому я считаю это перспективная тема которую стоит учить в чем вообще прикол ну это не орэм это одм потому что мы маппим документы мы все-таки не реляции какие-то маппим а там есть аннотации во мне нужны некие xml конфиги привет любителям xml конфига в габернейт но как бы здесь их по моему даже нет заимплементировано естественно все на рефлексии поэтому ну на такой довольно быстро это не не то не тот рефлекшн который который вы там ожидаете очень 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 долго это такой это все один раз в рантайме провалидировалось и все классно какие преимущества есть она синтегрирована со спринком джуисом и другими диа и фреймворками но это все нужно искать на гитхабе и вот как раз вот эта интеграция она немножечко хромает я тут согласен ну все что кроме спринга мне нравится вот эта вот вещь которая немножко отвечает за лайфсайкл наших маленьких энтити да так сказать это всякие аннотации в духе при персис посло то есть из-за того что у вас нет настоящих транзакций из-за того что у вас есть небольшой скажем так скоуп атомарных операций вам нужно иногда заботиться о том что произойдет с вашей сущностью после сохранения или например вам нужны какие-то вещи перед загрузкой вы хотите не весь кусок там например довольно полезные вещи они вполне себе корректно отрабатывают можно их подебажить очень классные места попадете построена на вершине джава драйвера принципе джава драйвер оттуда примерно изнутри торчит но у морфии была проблема джава драйвер как бы пошел своей дорогой а морфия своей и у них какой-то момент товарищ который ее писал вы знаете такое ощущение что он не посмотрел в официальную документацию и у него некоторые вот даже в логике да там вот всякие отрицания или и они как-то выглядят немножко по-другому чем в монге это бесит потому что ты учишь очередной очередной дсс для языка запросов какой-то язык запросов над языком запросов которые вы еще в голове мапите во что-то и сквель подобное но это раздражает а такой есть момент на самом деле намного лучше и вы сейчас в принципе увидите на небольших примерах что это лучше старого доброго бойсон обжекта который мы собираем джава коде со всеми этими путами но собственно то чего мы хотели добиться и очень такое легенькое query api немножко напоминает на критерии api на заре своей юности ну такое легенькое причем но в нем много текста много стрингов в которых так или иначе какие-то куски sql запроса вот очень напоминает как если кто-то сам писал сборщики запросов и так далее вот эта штука все-таки человек писал один изначально вот у нас есть какая-то моделька например есть какая-то сущность кастомер мы хотим положить ее в коллекцию кастомеры а у нас обязательно есть айди в монге же без этого никак нельзя но нотируется тоже при помощи вот айди есть дейт там буллин и так далее есть какая-то вложенная еще коллекция стрингов все хорошо я сейчас просто попытаюсь немножко расширить эту модель потому что основная же фишка документов в том что мы можем что-то вкладывать правильно нам нужны какие-то embedded object и вот здесь примерно будет выглядеть так у меня появился некий name это конечно условность нафига он нужен ну предположим мы как-то решили отдельно в name вынести имя фамилию да аннотируется при помощи аннотации embedded то есть она при сборке подтянется соберется и замапится на единый документ и таких уровней вложенности может быть довольно много я не экспериментировал но один раз мы просто по приколу генерировали код таких моделей мы вполне себе позволили что-то до 100 уровней вложенности дойти от не обвалилась ну то есть монга не болит то есть не было проблем на вот на уровне сборки какого-то документа нет нельзя назвать каким-то перформанс тестом это был скорее тест на идиотизм а вдруг там какой-то лимит который в коде нет но он почему-то обваливается какой-то неэффективный алгоритм текст конечно читать лень было как это все можно сэйвить ну вот простой пример тоже мы собираем вот у нас уже есть какая-то модель мы ее инициализируем какими-то данными и у нас все просто все весело мы вызываем сейф ds это наш data store это некий объект который пришел там откуда-то с потолка которого здесь нет мы просто вызываем ну это тот data store там я щас не хотел бы долго останавливаться просто некий обертка над всеми вот этими вещами синтезации коннекта к монге настройками и так далее если мы посмотрим базу данных пожалуйста у нас там будет вот лежать такая вот загогульна мы видим у нас ну тут чуть-чуть уехала скобочка но мы видим вложенный object name есть follower у нас массив following и так далее как искать например по фильтру очень похоже на стандартный ipi здесь мы передаем правда наш класс ну вы понимаете для чего мы передаем наш класс чтобы все понимать это довольно тоже похоже на старый добрый гайбернойт и вот здесь по такой сцепочке и это намного проще выглядит и логичнее чем когда мы пишем наверное полный mongodb запрос который порой таким подвывернутым бывает просто постепенно говорим это поле с такими-то условиями это поле с такими-то и оно соберет вам понятно какое-то выражение которое только в конце у вас и выполнится полиморфизм полиморфизм это очень интересный момент на который монго очень хорошо морфия дает очень хороший ответ простите заговорчики у нас есть какой-то employee entity ним есть какое-нибудь общее поле name да и у нас есть какой-нибудь менеджер entity у которой может конечно все опрувить да там и воркер который и шачит и шачит и шачит и шачит и тут такой вопрос что мы можем делать в sql да для того чтобы вот такой полиморфизм воплотить вот я хотел бы спросить кого-нибудь из зала то есть что мы делаем в sql в этой ситуации а вам какие больше нравится вот можно я вас прошу ну если иерархия не очень большая например там вот примерно как у меня пример когда просто есть разные поля именно схема не совпадает у зачастую в одну таблицу но мне тоже на самом деле вот в подобных ситуациях тоже нравится складывать все в одну таблицу и в принципе морфия предлагает что-то похожее ну вдруг бы вы не знали ну и простите я на всякий случай просто написал да действительно это некая общая таблица но вот мы же монгу когда выбираем когда у нас ну совсем неоднородные какие-то записи бывают ветвистые и вот в этой ситуации одна таблица с кучей нулов да она не очень хороша то есть мы действительно тратим какое-то время можно конечно заморачиваться какими-то плагинами которые делают нам sparse tables но это уже не совсем sql до какой-то начинается это какие-то конкрет сейчас прошло и конечно какая-то базовая таблица куда мы собираем все вещи вот морфи она нам говорит давайте все в последнее сделаем причем мы можем сделать как мы можем например сохранять имя класса то есть мы берем аннотируем самую первую вещь вершинку и нашей иерархии при помощи entity говорим ей вот какой-то value и говорим например там в зависимости от флажков хотим мы сохранять имя классов или нет может быть нас вообще не интересует в этой ситуации классы в реальности может быть нас интересует просто данные как-то сложить но классные им тоже очень хорошо складывать получается такая дополнительная колонка но монга она как раз под этот сперс заточена поэтому мы в принципе спокойно все это храним в одной коллекции все такое довольно разнородное но я сейчас говорю именно вот про этот кейс немножко вот с другими кейсами когда у нас скажем так какие-то вещи намного длиннее какие-то намного короче но тут вам нужно смотреть самим на самом деле монга принципе разруливает эти вопросы но я в принципе слышал о некоторых траблах когда у вас там есть два процента сущности которых там 400 полей и 98 процентов которых да там два поля есть определенные траблы но в морфи я такой не клал как это будет выглядеть соответственно в монга когда лежит вот у нас есть поле классные им как я уже сказал две сущности нет никакого нет никакой 3 таблицы куда мы положили базовую информацию есть поля для менеджера name approfond для нашего воркера у нас есть на им и years experience ну то есть вот как то так select и select и делать выглядит несколько более многословно в этой ситуации вот здесь я примера 3 привел для например select это вот то что мы можем себе позволить через mongo data store помните вот это переменная dc который я где-то вызывал мы также передаем класс в принципе есть подходы которые позволяют нам этот класс даже лишний раз не передавать но мне не очень нравится то есть вы должны немножко заморочиться на более ранних стадиях и даже немножко порой пропатчить то есть старых версиях морфи это нельзя было делать в новой 11 по моему что-то можно сотворить но передаете класс и не паритесь это же обычная практика и в общем точно так же все до какого-нибудь метода типа get или из лист то есть того в конце этого пайплайна то что говорит нам верни данные вы точно так же все это делаете и вам больше не нужно строить особенно как было в драйвере какие-то сложные условия которые друг друга вложены передаются в конструктор и так далее в общем время для java супергероя скажите как его зовут кого мы совершенно забыли мы забыли spring сейчас мы перейдем к нему как то так получается что если у вас уже давно все хорошо со спрингом вы не смотрите на морфию думаете что это за подделка вообще есть же spring есть spring data с ней все классно тогда и хорошо spring data spring data классно конечно тем что она гарантирует нам некоторый единый подход она нам говорит послушайте ребята у вас конечно могут быть разные источники данных но давайте чтобы для наших всех вот этих классных интерфейсов там для нашей бизнес логики все эти репозитории были такими однородными там темплейты были темплейтами чтобы мы не заморачивались над разницами между sql базами данных причем spring data он настолько широк то есть самим комьюнити разрабатываются ну вот я точно знаю там понятно для mongodb не of uj вот например для кассандры вы это сторонний плагин который не плагин как бы сказать когда сторонние немножко бета который я так понимаю не коры spring девелоперами разрабатывается каким-то параллельным сообществом но я не смотрел точного авторства но можно предположить что эта штука покроет все и она хороша когда у вас есть некоторая парадигма поддержки разных может быть баз данных на проекте но про это мы поговорим позже чем spring data хороши у вас есть полноценный темплейтинг которому вы привыкли это вы конфигурируете ваши коннекты collection life cycle полностью у вас есть там что на oncreate что на ondrop сделать вас есть даже поддержка my producer aggregation то есть все через spring маппинг осуществляется старыми добрыми аннотациями документ индексы field все тоже так просто размечается и кажется вполне логичным в морфии тоже чем-то похоже репозиторный саппорт его назвал здесь довольно хорошо в том плане что spring data поддерживаются как раз вот эти вот геозапросы из-за чего как я уже сказал многие с монгой начинают жить все эти там 2d 3d индексы они даже позволяют есть некоторый набор объектов которые нам позволяет там distance взять довольно важно особенно если у вас система так или иначе завязана реальный мир на географию какие-то данные о покупках в реальном мире и так далее и конечно же есть paging sorting и crowd operations как все это выглядит в конфиге в конфиге это выглядит вот наш старый добрый xml чик стандартный хост стандартный порт объявили been template а там ничего какого-то сверх естественного вы здесь не видите стандартный спринговый подход но про что многие забывают многие забывают что можно залезть в монгу у нее есть все-таки какое-то количество настроек и можно в них поковыряться в коннектах как раз много может быть кто-то сталкивался со всеми этими багами которые связаны когда вы из многих потоков лезете может быть в монгу там есть какие-то вещи это то что касается времени жизни ваших соединений я вот обожаю тюнить сокет keep life потому что по стандарту они не очень хорошие в монге ну и конечно же возможность как раз работать с вот всеми этими write number write amount и write fsync очень хорошо что вы можете для вашей тестовой конфигурации для всех остальных эти конфигурации подменять но сколько не видел конфигов спринговых вот в основном как-то народ даже не знает про то что эти опции можно тюнить здесь они где-то отдельно укладывают это все не очень удобно мы же блин в спринге это же так делается entity mapping как я уже хотел проиллюстрировать я забыл там вынести чуть раньше db reference это вот та самая ссылка в той ситуации когда мы все-таки решились на то что хранить часть данных за пределами нашей коллекции знаете в монге есть вот этот популярный пример довольно дебильный как мне кажется там блок комментарии к нему и прочее прочее там все горит а давайте вот коллекцию тегов хранить рядом с блогом блин я хочу единые теги у меня к это них дополнительно может быть информация типа времени создания не хочу растаскивать это по коллекции дублировать много раз вот в этой ситуации люди создают отдельную коллекцию они готовы даже кишировать потом где-то в памяти но вот хотят чтобы она лежала отдельно и по ней можно было что-то собирать вы можете аннотировать эту ссылочку на нее db reference в данной ситуации там множество контактов каких-то ну и конечно вы должны пометить обязательно персистентным конструктором ваш конструктор чтобы он в случае чего вызвался ну и индексирование тоже как я уже говорил делается при помощи индексов здесь конечно есть некоторая проблема по моему в аннотациях в их параметрах не есть полная поддержка индексов всех вообще версий которые можно создавать в монге но когда я пользовался именно в том единственном кейсе спрингом мне в принципе хватало стандартного индекса который создавался по двум полям подряд идущим монго операции выглядят примерно следующим образом автогенерации некоторые колбеки но это все не так интересно high level выглядит немножко по другому то есть он уже более такой классический чем какой-то низкоуровневый но самое вкусное сейчас начнется это темплейты темплейты вы конечно же получаете в свои руки наши любимые factory там темплейт фабрики каких-то страшных очередных темплейтов и так далее но при этом что очень легко сделать вы создали объект customer который у нас уже где-то был аннотирован весь классный с полями все постановили также засейвили очень похоже на морфи но выглядит более spring style как мы привыкли наверно как же сделать запрос запрос вообще очень просто и он похож на наш старый добрый критерий api но вот я за это собственно все это ненавижу мне вот никогда не нравилось вкладывать в конструкторы другие конструкторы и так далее но вот это та причина по которой мне данные пьяни нравится но кому-то нравится поэтому они используют темплейты но можно забить на темплейты использовать spring репозитория не вообще заделывать 20 всю работу как известно то есть они например используя просто это же чудо чудо используя просто какое-то наименование да какие-то конвенции по поводу этого spring у нас нагенерит вам всякой имплементации для этого всего дела шаблоны идут куда-то под капот и при этом вся имплементация будет построен только на вашем интерфейсе на дизайне ваших интерфейсов причем для даже каких-то геозапросов там предусмотрена генерация некоторых довольно простых вещей то есть вам почти никогда не придется переопределять даже нестандартные фишечки типичный gpa репозиторий который мы можем видеть то есть например поиск по какой-то единичной энтити например поиск при помощи педжинации но выглядело это все примерно так мы все это помним как же выглядит стандартный монго репозиторий здесь очень похоже вы принципе пишите почти точно такой же код ну вот за исключением geospatial queries я хотел их показать отдельно то есть вот например они вот в этой ситуации вы можете передавать всякие вкусные фишечки типа point location там distance и так далее то есть это объекты которые поддерживаются они довольно простыми очень простые наборы методов point там это просто инкапсулированная широта и долгота и так далее и соответственно вы можете получать какой-то набор георезультатов например поиск объектов вокруг какой-то локации там используется нестандартные какие-то бы деревья для построения индексов там используется там quad 3 или еще что-то более сложное вот эта пишечка она все классно будет искать по координатам на ком-то квадрате или любителей извращений в круге для тех кто это имплементирует все-таки лучше квадрате искать ну и конечно же мы же любим все автоварить это все очень легко автоварится аннотация работает ну вот здесь я привел пример того что пришлось все таки переопределить у нас есть какой-то метод в котором это вот порой буквально все что вам нужно сделать когда у вас уже есть какой-то монго репозитория унаследован я сам создал какой-то point я хочу посчитать все найти все записи которые находятся на расстоянии 200 километров от вот данного поинта кто знает координаты тот молодец этого города итак spring data на этом мы немножко закончим я так оборвал я понимаю что вы все любите и скорее всего используйте его на своих проектах но наверняка вам полезно будет знать еще такой клевый немножко старый но все еще работающий штуки как джонга она прикольная джонга предполагает что вы беситесь от всяких альтернатив вы очень любите монгу и не очень любите джаву это скорее для вот этих вот людей и в этой ситуации вам хочется продолжать вы такой гуру монго запросов и вам хочется вставлять монго запросы как вот в консоли вы их пишете прям вот выполнять как будто мы нативные с куэли в хайберной да посылаем вот это вот сюда в никакого gpa никакого хайберной стайла при этом у вас есть поддержка jackson for jackson для маршалинга маршалинга ваших сообщений сериализации десериализации и так далее но выглядит это примерно следующим образом вообще классно вы можете сделать следующее вы говорите ваша база данных там users find это ваш стандартный запрос в монге деби а чуть ниже вы видите две строчки что мы сделаем джаве мы получаем коллекцию по которой можно итерироваться собственно очень просто мы также у нашего collection вызываем find и кладем туда все а еще добавляем вот пожалуйста в этот класс вот такого класса он конечно разберется но не без этого кому-то нравится как бы это выглядело на нашем старом добром java driver ipi это бы выглядело вот так вы помните что сложные обратите внимание вот в этом запросе я хотел у меня было сложные условия возраст между вот такими вот то вот рамками или возраст между вот такими то рамками когда у нас реально сложный запрос это бесит в драйвере дайвере ты строишь какой-то первый кусок запроса второй кусок запроса мерзишь это в новом куске запроса если это еще и там еще с каким-то куском запроса чем это страшный сон программиста ну я вот не могу читать такой код на самом деле не потому что он вместе с лито конечно просто не могу читать эту гадость и потом вы еще обходите стандартным вот обходчиком все это достаете поле каждое раскладывать и сравнить просто вот это по сути одна строка который у меня в две строки снизу или вот это но это если вы очень любите монгу агрегация до какого-то момента в джонга не было поддержки агрегейшн фреймворка очень просто почему не было агрегейшн фреймворка как только он появился в джонге это заимплементировали и это тоже начинает выглядеть как вот мне очень тоже нравится этот стиль когда вы потихоньку собираете весь агрегейшн путь если вы помните в монге писали то это примерно так там и выглядело ты говорил вот сделай первую вещь результат передай вторая вещь возьмет результат 1 сделает это 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 здесь тоже все собирается при помощи оператора and вы кладете точно те же самые куски как вы складывали в консоли в агрегейшн фреймворк только еще скобочек надо меньше ставить чем когда вы клали туда внутрь ну и конечно говорите во что это должно превратиться то есть класс конечно надо указывать не без этого но самому не нужно писать какой-то маппинг тут можно поспорить что возможно вот этот вот разбор в момент запроса не слишком эффективен может быть но сделать этот разбор несколько раз вначале прогоните холостыми запросами не знаю что нибудь что насчет гибернейт у нас осталось немножко времени поэтому чуть-чуть ускорюсь гибернейт на сквере волт он себя вот так примерно представляет и люди которые его пытаются использовать тоже я как бы из-за сквер мира пришел с гибернейтом но в реальности это примерно так гибернейт поддерживает очень ограниченное количество каких-то вещей и манга не в их числе но и сквель мире этот проект называется хиберной то джем и он как бы говорит у нас будет gpa для но сквель solutions но не такой вот как мы вас в спринге примерно делали а немножко другой вы сможете писать вот эти стандартные named query gpql queries они будут конвертироваться в нативный backend запросы то есть они говорят пишите свой почти что sql style она превратится в mongo запрос это для тех кто вообще не любит учить что-то новое есть search но такой лучше конечно какие-то сторонние всегда штуки использовать для search в том числе по mongo и вы можете вызывать flash и commit и даже можете обозначать транзакции это та единственная причина по которой вы можете вообще использовать этот проект но транзакции иногда сыпятся у них конечно есть какая-то имплементация внутри того самого доброго двухфазного коммита но ходят слухи если чуть-чуть погуглить то вы можете обратить внимание на набор проблем с этим связано если вы доверяете если вы готовы посмотреть код которым образом там и имплементирован коммит и так далее если вас устраивает вы бы сделали такой тогда можно если нет то пожалуй нет ну как я уже сказал это не то чтобы но с ql мир то есть это подходит когда у вас на проекте mongo db neo fuji там my sequel например тогда хорошо их кэш еще для любителей вы где-то примерно все очень страшно то есть у вас где-то сверху есть какая-то аппликация которую вы все разметили такие gpa гибернейтом и дальше начинает происходить шурум-бурум но времени уже мало я хотел подробнее потом пробежаться по этим вещам но уже мало всем времени вот так это будет выглядеть абсолютно так почти как вы работали раньше с хиберней то есть вы пишите смотрите это почти sql запрос ну тут даже есть join но вы понимаете какой это join какой ценой это join достается а если вы не понимаете тогда очень плохо все становится то есть вы бездумно начинаете лазить через гиберной проект потому что лучше распечатывать запросы которые он генерирует mongo лучше распечатывать вы точно также размечаете все это аннотациями старыми добрыми айди колумн с понятными свойствами и так далее я хотел бы вернуться к одной очень интересной идее так называемая поддержка полиглот персистанции когда у вас действительно много баз данных на проекте у вас предположим много много маленьких кусочков у вас есть какие-то sql системы которых вы реально используете того что вам нужны транзакции у вас есть реак которым вы что-то закешировали mongo db в которой реально много чтений мало записи и кассандры в которой вы пишете логи вы скажете что за бред у кого на проекте такое может быть да сплошь и рядом если у вас еще не было обязательно будет если вы уже наступили один раз в это дело в типичном приложении будет это примерно так выглядеть это какой-нибудь страшный большой и камерс который кто-то когда-то собрал за разрозненных кусочков купив какие-то компании все это вместе собралось весь за осад и как бы в них хорошо как-то одинаковым способом с ними работа не нанимать же отдельного девелопера который знает там морфио отдельного которых гектор для кассандры и так далее это все же бред и поэтому люди сет что-то общее или пытаются создать что-то общее они гулят и находят кундеру и начинают втаскивать очень быстро на проект потому что это же блин это же средство или eclipse link да например а там есть атомарность та самая и это почти всегда хорошая атомарность построена на тех атомарных операций которые есть уже на сql базах данных есть transaction менеджмент причем такой вполне но он очень дорогой ценой достается есть довольно строгое ограничение по gpa стандарту и он поддерживает в целом этот проект довольно полный спектр у него есть embedded и элемент collection for column family каких-то вложенных документаций но конечно реаковские сущности нет смысла размечать такими вещами или каких-то более примитивных вещей или вы начнете размечать там one to many one to one many to many relationship над чем-то что вы хотите сохранить в кассандру вы можете но он вам например в какой-то ситуации выдаст не поддерживается или в какой-то ситуации может сказать ну то есть он разложит это но это не будет настоящим отношением не будет никаких foreign киев это опять же некоторые проблемы нельзя натянуть одну простыню на все и gpql поддерживается не весь то есть по сути кундер это способ а давайте возьмем все общее что в целом есть базах данных накроем это чем-то общем вот выделим общее ядро пересечения еще добавим пару плюшек которые не будут работать в пяти процентах случаев но мы будем кидать какие-то эксепшены и вот это будет кундера примерно такие ощущения от работы с ней то есть у вас есть какой-то пользовательская аппликация которая лезет в джаву там она это джава так говорит так сейчас я схожу в кундере а дальше уже эта штука идет на свой соответствующий проект на свой мини драйвер кундеры либо для сql и так далее и тому подобное и там уже дальше как-то общается вы можете сказать это решает все мои проблемы буду использовать кундеру в топку морфию этот spring data и так далее таланность при дейта отложить и оставьте может быть завершение у нас осталось совсем мало времени мы о чем бы я хотел завершение сказать это просто боль которую нужно поделиться во первых есть еще другие тулы вы конечно можете сказать это все не так интересно я вообще использую eclipse link у меня все работы классно очень сложно найти разработчиков сети который вас одинаково поймет вот со всеми этими фичами семейства eclipse они конечно много понаделали под свои лицензии делов но все больше и больше людей не знают даже о том что такое eclipse link это мжорм оно для примера скажу до сих пор лежит на google коде по моему такого никуда не перенесли и дата на иклюз но это вот проекты погуглите и забудьте если же все это расположить на некоторой взаимной оси абстракция против стандартизации мы пойдем вот отсюда с нижнего с mongo db java driver он действительно имеет самый низкий уровень абстракции то есть мы максимально близко лежим к тем записям которые у нас есть и при этом он вы можете использовать максимально под свои нужды можете сотворить какой угодно свой ip на нем построить он очень далек от каких-либо стандартов это не gdbc ни разу вы поднимаетесь чуть выше вы хотите подняться по уровню абстракции но оставить у себя в руках некое владение на кончиках пальцев это морфи если вы пойдете дальше то это будет спринг но он уже вас загоняет под рамки некоторого стандартного подхода но если вы совсем вот сторонник жестких стандартов и как можно меньше хотите вообще задумываться каком-то развитии от гибернает джем это проект для вас используйте его у вас enterprise все будет классно но скорее всего это будет абсолютно неэффективно и так совсем уже заключение я предлагаю всегда думать про свои данные вообще не выбирать mongo db для своего проекта если можно вы должны понимать свои проектные нужды это вытекает почти с первого поняли свои данные поймите проектные нужды но если уже ничего нельзя поделать выбирайте правильный фреймворк для того чтобы работать и облегчить себе жизнь дальше ну и конечно знайте используйте mongo db фичи иначе ну нафига вы вообще втянули это все свой проект если вы не ну то есть не можете использовать их штуки как дополнительные кита индексы как многоуровневые там вложенное хранение поиски по всяким под полям и под массивом если вы вообще не строите супер сложные клевые запросы может быть вам хватило бы рьяка и так в общем слушайте свои данные если у вас есть вопросы сейчас самое время их задавать все спасибо да у нас есть еще несколько минут на вопрос есть поднимайте руку я поднесу микрофон вот там еще вопросик по поводу слайда там где ты показывал что есть теперь коллбеки для mongo db это поддержка на уровне драйвера или это поддержка как на уровне драйвера это стандартные mongo db шины запросы и это есть уже поддержка в драйвере то есть третья версия и все туда что только в драйвере то есть там там же суть в том что в синхронной работе в том что mongo db должна как-то известить о том что типа запрос готов да держи свои данные вот это сделано или это такая псевдо синхронность которая только на уровне драйвера ну нет это не псевдо синхронность да 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 ну то есть это скажем так она даже была я видел в библиотеке когда джаве вот ну в некоторых приблудок драйверу люди пытались симулировать асинхронность но они под капотом как раз некоторые бегали дополнительные запросы в mongo но сейчас все это честно абсолютно синхронность честное пиани еще вопрос по поводу списка туллов ты query dsl смотрел еще нет вместе не довелось использовать вот надо дополнить все хорошо я говорю там их как грязь если честно хорош хорошо хорошо у меня больше не вопрос а то же дополнение еще есть такая тулла она примерно как комбинация морфи и джонга называется манга джек очень она насколько она свежая я видите немножко яыми плюшками балансы и она достаточно свежая даже развивают и мы там даже чуть контрибе монга g до монга джек монга есть джексон и манга такая она поддерживает всякие джексон аннотации и у нее нет таких этих запросов которые передаются в стринге у них специальные там билдеры забыли для постройки и в общем это все удобно ну да тут весь вопрос подхода то есть кого-то безумно раздражают билдеры и кому-то нравится писать запрос кого-то бесит эти строчки в монге вот например поэтому они делят делать штуки типа монга джи я согласен окей посмотрю обязательно смотри действительно все осмотреть очень сложно вот тут был еще до вопрос вопрос такой вот ты говорил спринг дать когда конфигурируешь монгу там есть проблема с сокет кипа лайвом с чем-чем с сокет кипа лайв настройкой если не секрет что это за проблема я скажу какого рода были проблемы у меня лично у меня ну то есть она сильно меняется от версии к версии но у меня это были баги больше на уровне 2.2.2.3 версии они уже теперь относительно архаичны ну это не так давно на самом деле было когда они у меня были дело в том что по каким-то неясным абсолютно причинам эти штуки в стандартных конфигах ну например было какое-то дефолтное значение ты отправляешь его из вот такого конфига но по какой-то причине перезаписывается ты живешь в полной уверенности подложил для пример для своего тестового окружения такой конфиг но вот именно этот параметр с ним было какая-то бага он по какой-то причине не перезаписывался я дальше лес запросы посмотреть ну изнутри монги на все вот эти вот параметры он мне возвращает в некоторых случаях одно значение в некоторых другое в 2.6 у меня уже такой беды не было но есть проекты ну на 1.8 уже нету но 2.2.2.3 но многие стартовали и бывает что люди не апдейт от какой-то причине версии монги хотя здесь то это как раз это не постгресс да там или не оракл перейти то как раз просто это вот скорее будьте внимательны к этим конфигом они вот не совсем себя хорошо ведут иногда то есть это проблема именно монга в спринг дате или вообще или вообще мой хороший вопрос я не разбирался но скажу честно я находил какой-то тикет монги люди заводили и у них была проблема с кого-то рубишного соответствующего фреймворка похоже так что возможно и в монге была беда тех версий а потом пофиксили по ходу спасибо просто он был не сразу еще вопросу прошу прощения я не работаю с монга и меня заинтересовал такой момент в чем сложности от формирования вот этого джейна почему все время от него клются ну сложность например может состоять в том что вам нужно с джойнить какие-то две коллекции они в реальности этим немножко можно монги управлять ну например лежат совсем на дальних серверах вы например должны одну коллекцию довольно большой например например пересылать по сети в то же время вы можете просто сейчас бы как это сказать вы можете этот джойн симулировать благодаря вот этому механизму референс да то есть мы симулировать можно но он будет не так эффективен например то есть не будет использоваться кончик классный алгоритм в сквеле которых там полно да как хорошо и правильно что-то класть маленькая там в памяти так далее вы вам вам этих вещей не гарантированы люди привыкшие делать много хороших join of sql напарываются на страшных просто длительных ожиданиях даже совсем очень простых операций просто потому что не так привыкли иногда стоит просто данные переразложить по-другому чтобы они лежали например ряда ну это вот часть проблемы есть еще другие случаи понял спасибо большое у меня такой вопрос я мы с монга т.п. не работали мы сразу перескочили на кауч дебе классные ну и там вот есть такая вещь как версионирование документов то есть когда ты обновляешь у тебя сохраняется старая версия появляется новая а вот фон гтп вот если одни в маппинге нет то есть там такая вещь тоже на в маппинге точно есть вот в габерной той джем буквально я сам пользовался можно версионирование позаниматься но в целом на мой взгляд если вообще в ноискл системы лезть мне больше нравится если вам нужны именно версии hbase да то есть сама по себе предоставы предоставляет нам этот механизм версионирование настоящий с коуч дебе я мало совсем работал буквально уровне тестов каких-то в ноги да есть такая беда но михай скандарт механизм версии может быть не всегда нужен за счет того что мы имеем хороший набор там атомарных операций по обновлению документа иногда нам за этим не нужно всегда следить кто-то добавляет вообще лишнее поле сам да там и следить за каким-то флажочком в двухфазном коммите есть такое ну да он есть такой trouble некоторые как мне кажется ну вот нет я я не показал просто это на слайдах некоторые фреймворки поддерживают есть свой механизм она дальше уже превращается гибернету джем например точно есть возвращаясь к джойном связкам это проблема с которой мы столкнулись когда работали с монга у нас некоторые данные мы их дублировали ложили в разные коллекции вкладывали чтобы не было никаких джойнов не эмулировать их никак и потом все это переросло ужас по поддержке вот этих вот вложенных объектов условно говоря чуть ли не в каждой коллекции есть какие-то данные про пользователя которые создал или редактировал или как-то причастен к этой к элементам этой коллекции в общем то вопрос это у нас кривые руки были как у разработчиков или наши запросы не соответствовали возможностям монга ну вот я понял примерно каком эффекте такой эффект когда вроде бы ты придумал одну модель данных а далее изменения да я понял а изменение вдруг такие волнообразный эффект такой происходит всегда везде нет это не такая уж про это довольно частая проблема и вот стандартные кейсы которые часто монга предлагает там ее евангелисты в своих блогах они очень часто приводят к этой беде потому что они приводят простой кейс люди его копируют как я про теги даже пример сказал а потом мне нужна какая-то дополнительная информация я не парился я в этой ситуации когда можно было и когда размер именно был маленький выносил в отдельную совсем коллекции вот в отдельную как ну настоящую такую как в сквель стайл да чтобы с ней какие-то взаимоотношения иметь потом иногда ее доставал и просто клал в память чтобы даже не париться потому что да это 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 действительно вот то небольшое ограничение возможно вы немножко ну не совсем монга для ваших нужд тогда в итоге оказалось то есть оно все таки не для такой сложной логики еще одна проблема с которой сталкивались это при вытягивании данных было данных не то чтобы очень много ну хватало в общем для первой страницы вытягивалось почти моментально где-то условно для тысячи десятитысячной приходилось ну очень много ждать это проблемы и индексы нужно было какие-то навешивать или опять скажу честно я чуть меньше dba инженер то есть я больше такой разработчик пользователь монги у меня была такая бага под винду я про нее рассказал то есть если вы не дай бог ранить они на каком-нибудь линуксе то там просто монга не выполняла свою гарантию по выбрасыванию выталкивание из памяти каких-то вещей это вся штука очень быстро опухала просто по этой причине дело было не в индексах дело было ни в чем дело было в проблема там чуть ли не на уровне работы с файлом подкачки что-то такое имплементации монги например под виндук ну вот что в вашем случае мне сложно сказать вариант не обязательно ваша проблема не обязательно у нас на самом деле закончилось время но вы можете найти докладчиков в любое время в перерывах вот поблагодарим его еще раз